Презентация новых проектов и доработка старых. В региональном правительстве состоялось заседание инвестсовета. Сам пред Александр Фомин рассказал о разработке нового правового акта Ивановской области. Его суть в следующем. Предприятия, интенсивно эксплуатирующие региональные дороги, должны возмещать ущерб посредством отчислений в дорожный фонд. С 2011 года вред от тяжелой военной техники возмещает Министерство обороны. Теперь такую практику расширят. С Минобороны о добровольческих началах с вашей помощью удалось договориться. Понятно, что с каждым владельцем тяжелого транспорта, переваливающим лес и так далее, это все-таки на добровольность рассчитывать не приходится. Среди презентаций членов совета заинтересовал проект строительства малоэтажного поселка в Кохме. Возведение уже началось и рассчитано еще как минимум на пять лет. Администрация Кохмы проект горячо поддерживает. Если новые квартиры будут полностью раскуплены и заселены, то Кохамчан станет больше на 15%. Недаром микрорайон будет носить название «Просторный». Строительство предполагается осуществить очередями. Всего будет 13 очередей. Ввод первой очереди намечен на 2014 год. Общее количество домов по проекту более 80. Проектом предполагается строительство жилых домов в социальной направленности. Одно-двух-трехкомнатные квартиры от 37 до 77 квадратных метров. Губернатор одобрил ценовую политику инвестора. Жилье эконом-класса будет стоить около 29 тысяч рублей за квадратный метр. Что касается инфраструктуры, потребуется построить два детских сада. Здесь нужно понять, чтобы стояночки были у людей нормальные. Все-таки проживание за городом подразумевает некоторые вещи. К слову о парковках. Члены совета поинтересовались, насколько просторной она будет у строящегося торгового центра на станционной. Пока по проекту 90 мест. Для крупной торговой точки этого мало. Инвестор пообещал по мере реализации проекта обустроить еще 300 мест.